ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дарова, братаны! С вами Алекс Лобстерс, это This is the Police, и мы продолжаем её проходить. Поехали! День 176-й. Электричество подорожает на 22%. Стриптизёрша красиво, раздеваться не искусство, просто бизнес. Иностранные инвесторы построят в Фрибурге современный мусоросжигающийся завод. Ну тут все на меня довольны, это норма. Ах. Какая школа ты чё, чувак? Получит Васкес. Начать. На карту. Стукач. Оплачено похороны. Хрен с тобой. Мэрия. Не знаю, зачем нам это уже надо, но ладно. Так, смена А. А чё у нас так мало народа в смене А? Перебили опять? Смена А, смена А, смена А, смена А, смена А. Ну и смена А. Так, а чё у нас тут? Торма. Психолог в старшей школе Фрибурга. Так, отправить. Стрельба. В больницу поступила молодая девушка Джудит Вебб, у которой уже неоднократно были проблемы с наркотиками. Врачи откачали её, а когда девушка пришла в себя, то разбила бутылку с физраствором. Схватила осколок и порезала лицо медсестре, прибежавшей успокаивать охранник, поскользнулся на жидкости и потерял сознание. Чё там нахуй произошло вообще? Тогда мисс Вебб забрала его оружие и стала стрелять по пациентам и медперсоналу, требуя немедленно оставить её в покое. Так. Поехали. Это... пациентка, блин, а? Не хотел бы я с такой пациенткой столкнуться. Ой. Смотри, как мало времени нам стали давать. Производство наркотиков. Стефани Алигуару направлялась в гости к подруге, но ошиблась дверью и зашла в соседнюю квартиру, в которой обнаружила настоящую нарколабораторию. Там все лежали без сознания, видимо, обдолбанной ангельской пылью или клеем каким-то. Кажется, они даже не заметили меня, сообщила пожилая женщина. О, бабуля! Не туда ты зашла! Давайте так. Что? Почему опять? Мистер Бойт, следующий выпуск журнала Секси Юниформа мы хотим посвятить полиции. У нас уже прошло несколько фотосессий с моделями в полицейских облачениях. Но мы также хотим разбавить их хорошими кадрами настоящих копов. Думаю, что наше сотрудничество поможет улучшить имидж полиции Фрибурга в глазах читателей. Ну, будем надеяться, взрыв. Неподалеку от парка взорвался минивэн. Поступает много противоречивой информации, но какой-то подросток клялся богом, что, кажется, кто-то чем-то выстрелил в машину. Наверное. Охуенчик. Наверное! Фикардос! Так, ну, по крайней мере, у меня уже все на выездах. Инспекция допроса. Ай, мать. Рельба отчёт. Ага. Так, хотя бы тут всё хорошо. А вот успеют вернуться или нет? Да боже, опять отель у ледовой арены. Взрыв! В машину никто не стрелял. Возгорание и последующий взрыв произошли из-за проблем с двигателем. Бля, пройдёт. Из двери неожиданно выходит шатающийся парень. Не замечая полиции, он спускает штаны и начинает справлять нужду прямо на стену. Прижаться к стене и закрыть глаза. Тихо вырубить подозреваемого. Заковать в наручники. Пять назад и спрятаться. Налезть. Хуйнуть. Из квартиры выбегают две неопрятные девушки и кричат. Адольф, мы сделали это. У нас получился красный ветамфетамин. Уложить силой на землю. А ну легли в пол и не рыпаемся. Предоставить. Плясать с обоквателями и попросить. Харий в пол. Внутри тощий бородатый мужик с растрёпанными волосами в резиновом фартуке танцует перед столом с колбами, а два наркомана в полуобморочном состоянии тихо ему аплодируют. Спокойно подойти к подозреваемому. Изаковать их в наручни... Подозреваемым. Изаковать их в наручники. Вспомнить всё, чему учили в академии. Кувыркаться... Кувырками подбираться к преступникам. Уложить танцора шокером. Первая. Нормально. Бля, Морис, ну чё ты сделала? Шеф, мы чувствовали себя настоящими звёздами. Не терпится показать журнал с моими фотографиями мамочки. Морис очень приглянулся... Представителю модельного агентства. Они тоже подписали контракт, а потом уехали куда-то на лимузине. Мне кажется, мы потеряли коллегу. Блин, заебись. Им всего 2000 баксов. Говно. Преступник скрылся. Гражданский погиб. Охуенно. Нистер Бойт. Я менеджер актёра Мануэля Требланки. Он большая звезда сериалов. И у него большие проблемы, с которыми, надеюсь, вы нам сможете помочь. Мануэль проснулся сегодня в своём этальном номере и обнаружил в ванной мёртвую девушку. Поклонницу, с которой он пришёл ночью из клуба. Похоже, что девушка просто не рассчитала дозу, но я не хочу, чтобы имя моего клиента... Вы... Вывалили в газетах, будто он какой-то наркоман, насильник или убийца. Чтобы заметь дело, мне нужны два надёжных человека, которые смогут незаметно избавиться от тела. Деньги не проблема, Мануэль как раз подписал контракт на съёмки в новом сериале. Туц-туц. Поехали. Фух. Тесёлый день. Вождение в нетрезвом виде. Официант ресторана заметил, что на другой стороне улицы ржавый пикап въехал в столб. Водитель просто сидит в машине и поёт песню дурным голосом. По-моему, он пьян... пьян как свинья. Погнали. Кхм. Букарик. Сука. Чё за фамилии у них там? А, Штурм. Тарахарш. Психолог в старшей школе Фрибурга. Я не знаю, откуда дети придумали себе такое развлечение, но они по ночам забираются на крышу мэрии, устраивают там пикники и целуются прямо на фоне нашего благословенного собора. В прошлом месяце один из учеников наступил на прогнивший участок крыша и провалился внутрь. Хорошо, хоть в той части мэрии ремонт уже полгода идёт. Так что внутри было полно мягких стройматериалов, которые спасли ему жизнь. Но с этим определённо надо чё-то делать. Окей. Бля. Шеф, мы завернули девку в ковёр, вынесли по служебной лестнице и похоронили. А где тебе лучше не знать? Правда? Правда. О, и двадцать штук. Это неплохо. Только секундочку. Ммм, тайный счёт. Так-так-так-так-так-так. О, а, да-да-да-да, ещё больше. Чуть-чуть назад. Так, ровно триста тысяч. Ещё чё, получается, сто... Двадцать четыре тысячи нам где-то надо найти. Вроде немного. Вымогательство. Миссис Маджит пожаловалась на бредоголового мужчину, который регулярно вымогает у неё деньги. Он приходит по вечерам, тормонит в дверь и требует... Деньги, деньги, деньги. Это единственное слово, которое он знает по... Английски. Ммм, поганали, что ли. Отчёт. Алкоголь. Участок. Мафии больше нет. Так, ну тут уже и день понемногу заканчивается. Надеюсь, сегодня никто уже больше не сдохнет. В тот времени просто дохнуть. Нет. Сегодня пройдёт согласованный с мэрией парад байкеров, которому требуется полицейское сопровождение. Окей, окей. Пришли телеги немедленно. Отправил вымогательством. Вымогателем оказался управдом мистер Сейчин. Ну, я в принципе так и думал. Который просто требовал миссис Маджит арендную плату за жильё. Её муж уже несколько месяцев ничего не платил. Вот же сука миссис Маджит, а? Так, чё, день... день всё. Закончился. Объявить мёртвым. Чекпоинт. 177-й день. Врач оборудования в городских больницах давно устарела. В галерее современного искусства пройдёт экспозиция художника-самоубийцы Зигмунда Хаммерлинга. Марр Роджерс, меня восхищают выпускники нашего университета. Ты ещё все не Навальные, но и хуй с вами. На работу! Не, сука. Свои романы читай дома. А-а-а... Салливан, сдохнешь, тебе не жалко будет. На карту? Так, запрос нет. Воу, не так быстро. Воу-воу-воу. Вождение в нетрезвом виде. По пляжу ездит парень на багги и сбивает людей. Очевидцы говорят, что он хохочет, как ненормальный. Так, так, так. А-а-а... Нет. Так, так. А-а-а... Так, слава глядит и пиво. Так, сюда надо. Тверах. Так, поехали. Прибавки нет. Похороны есть. И похороны есть. А-а-а... Так, полицейский участок. Так, в смене у нас народу больше, чем в смене бы. А-а-а... А-а-а... Ой... Как мне нужны такие? Ладно, пусть будет. Мария. Несанкционированный митинг под зданием. Мария. Собрались родители детей и больных... Му... Мукополисахаридозом. Ёб твою мать. Это хотя бы что такое? Редкой генетической болезнью, которая поражает нервную систему, внутренние органы и опорно-двигательная аппарата. Короче, делает овощами. Приборг остановил закупку препарата, необходимого для лечения... Необходимого для лечения таких детей, потому что лекарство не прошло ежегодную сертификацию. Ну, это правильно вроде как-то. Не? Родители в ярости. Эта болезнь убивает наших детей, пока вы играете в политику. Кричит в микрофон лидер митинга миссис Полтри. А, сейчас митинг, это самое. О, нет митинга. Фух. А, господи, а сюда нам тупо и некого отправлять. Короче, как-то развлекательный район сам справится. Без нас. Баги несются прямо на патрульную машину. Стрелять по колесам. О, так он еще и с кокаином. Блядь. Была б мафия, было б лучше. Блин, а это у нас несанкционированный митинг. Так, все хорошо, все невредимо. Это у нас еще церковь? А, задание от профсоюза? Домогательство, отчет. Мужчины не завращаются, а лицензированные спасатели. Они проводили для школьниц урок первой помощи. Ладно. Окей. А еще задание... А, задание от профсоюза. Боже, здание профсоюза прочиталось. Так, ребят, не все сразу. Все, эти сюда поехали. Массовые беспорядки. Томас Бакстер, хозяин пекарни Кримпси Томми, утверждает, что его конкурент Джером Роллс... Ролл из булочной... Лайв... Лайвли... Лай... Ливлихуд? Или Лайвлихуд? Лж... Пустил лжевой слух, что Бакстер плют в свою выпечку и даже добавляет туда опасные химикаты. Многие постоянные клиенты купились на слухе и собрались у магазина, чтобы расправиться с бедным булочником. Там десять... Там десяток разъяренных людей. Я успел запереться, но двери надолго их не сдержат, прокричал в трубку Мистер Бакстер. Поехали. Стрельба! Джилл, как гроблер, сообщил, что слышал истеричную перепалку людей, в которой участвовало как минимум четыре голоса, после чего раздались выстрелы, а затем все затихло. Мистер Гроблер неоднократно замечал этих людей за подозрительными делами и видел их с оружием, но до сегодняшнего дня боялся что-либо предпринять. Я от страха теряю до речи при одном только виде этих татуированных громил, и разберитесь уже с ними, наконец, в слезах умоляет Мистер Гроблер. Ну, Мистер Гроблер, поехали разбираться, что ли? Штурм! Томас Гарднер, старший садовник. В последние дни возле мэрии охраны стало столько, будто мы готовимся к войне. Все цветы мне потоптали, хотя Мар Роджерс давно приказал перенести мой сад на задворке к черному ходу. Я там и услышал, как один важный хмырь, основной генерал какой-то, говорил, что грамотный офицер под прикрытием пары солдат через черный ход может... сможет проникнуть в любую точку здания. Так что смысла во всей охране на центральном входе вообще нет. Его тогда успокоили, мол, про черный ход никто не знает, кроме самых доверенных лиц, и все пошли пить водку. Почему я не удивлен? Назад. Отправлять нам все равно некого. И сюда нам отправлять некого. Задание от профсоюза. 18 косарей. Смотри, может, еще даже успеем собрать этих 106 штук. Ну что, получается, еще три дня. А, некого. Разбирайтесь сами. Короче, все невредимы, все заебись. Гражданский погиб. Ну, бывает. Жестокое обращение с животными. Скрылся, окей. Угроза теракта, угроза... Оставил ученик 4-го класса, который не успел купить себе билет на премьеру фильма. Понятно. ДТП. Пешеход переходил в дорогу в неположенном месте. И его сбил автомобиль. По словам... По словам очевидцев, водитель не пытался скрыться, а наоборот выскочил из машины, схватил лежавшего... Лежащего пешехода за грудки и начал бить его по лесу со словами «Куда ты, сука, прешь?» Нормально. Жесть. 3-11 пешехода. А-а-а... Да. Я так и думал. Закрой. Всё, доехали, доехали. Массовая драка. Во время премьеры нового фильма про секретного агента Жасмин Роуч в зал ворвались противники насилия и аниматографии даже такие есть и стали мешать зрителям наслаждаться фильмом. Сначала началась словесная перепалка, но она очень быстро переросла в настоящую беню, в которой уже есть жертвы. А, больше нельзя отправить. Ну ладно. Чё-то я разогнался слегка. Фух. ДТП отчёт. Ой, ман, невредим. Заебись. Ну чё там, чё они так долго едут-то, а? Да-да-да, вот вам ещё. Господи, теперь ещё и эти тащиться туда будут так же. В начале игра это было прикольно, но сейчас уже начинает заебывать. Господи, это быстрее. О, а Мориньяк у нас вроде бы с самого первого дня. Или нет? Отчёт. Ты невредим, им всё заебись. Мёртвое. Всё, завершить. Текпоинт, 178-й день. Во время съёмок рекламы рухнули декорации, режиссёр погиб. Бывает. Исследования, расизм это болезнь. В пригороде пройдёт фестиваль азиатской культуры. О, вот это прикольно. Жалко, у нас такое не проходит. А, нет, ты пойдёшь на работу. На карту. Похороны. Похороны. Да, блять, не так быстро же. Вандализм. Адвокат Пол Хергес выходил из машины и заметил, что несколько парней угрожающего вида рисуют в свастике на парковке. Мне показалось, что у одного из парней пистолет за поясом. Если вы арестуете этих ребят, дайте им мой номер. Буду рад представлять их в суде. Добавил мистер Эгрес. Поехали. Ещё одни похороны и ещё одни похороны. Тут у нас что? Употребление наркотиков. Учительница литературы миссис Гендерсон увидела на рюкзаках старшеклассников следы белого порошка. Все они жрут наркотики и ходят на уроки под кайфом. Куда катятся наши молодёжь? Волнуется пожилая женщина. Не, это игнорим. Сегодня пройдёт городской полумарафон. Нужно обеспечить сопровождение. Всё обеспечили. О, боже. Так, секундочку. Употребление наркотиков. Следы белого порошка на рюкзаках школьников оказались отпечатками обычного мела. Изи. Вооружённое ограбление. Отделение банка протаранил грузовики. С кабины выскочил мужчина с автоматом и потребовал наполнить кузов пачками купюр. Думаю, сюда надо всех отправить. И спецназ тоже. А вот как будут разбираться дальше от их проблемы? Ресторан Вейс Драген. Пах. А, некого. Как-то сами. вандализм. Эээ, невредимы, заебись. Так, а сюда сколько надо? О, как раз трое надо. У меня как раз трое на подходе. Нападение. Опять гражданский погиб и хуй с ним. А вот задание профсоюза нам надо выполнить. Там баблешка дают. Эээ, сотрудники и посетители банка забрасывают пачки денег в кузово. Мужчина с автоматом подгоняет их. Шевелитесь, если кузов не будет полон, вы все подохните. Эээ, прицелится в грабителя. А грабитель распакивает куртку, у него к груди привязан динамит. Я взорву здесь все к чертям, если не отойдете. Отступить. Ага. Участок. Не-не-не, не перестрелка, мне-то в... Блядь, мне второе надо. О. Так-так-так, все, поехали. Вау. Потише, преступники, потише, не все сразу. Перестрелка. Скрылся, погиб. Тэээ. Скрылся, погиб. Изнасилование. Оказалось, что девушку никто не трогал, она была недовольна низкой ценой, которую поставил ей профессор философского факультета мистер Замбези. И решила проучить его. Когда пришел профессор, она незаметно открыла дверь аудитории и стала вопить. Ебанутое. Так-так, походу, сюда мы даже успеем кого-то отправить. Угроза самоубийства. Около 15 адаптов церкви 13-го пришествия Христа собрались в парке, облились бензином и собираются устроить массовое самосожжение, чтобы помочь господу поскорее вернуться и доказать всех грешников. Какие они обдолбанные. Так, поехали. А вы у меня фальшиво монетчества. Мужчина, пытавшийся расплатиться на заправке поддельными банкнотами, во всем сознался и сдал своего поставщика. В складском помещении работает десяток станков, на которых печатают поддельные деньги, а затем через порт развозят по всей стране. Чув, четвером справитесь. Задание от профсоюза 9 тысяч. Взять. Так, 97 тысяч нам еще надо будет собрать за два дня. Небу как? Еще один сдох. Карлос. Давайте, давайте, давай. Бля. Захват заложников. Погиб. Кража. Скрылся. Уйдил в полицию. Старик схватил мешок с деньгами и бросился на утек. Погнаться за подозреваемым. Набить карманы деньгами. Погнаться. Взяли. Молодцы. Тут бы они еще принесли мне баблишко оттуда. Было бы здорово. А, стопай, а что я сюда никого не отправляю? Массовые беспорядки. Ну ладно. Мне уже даже впадло читать. А, еще автозак можно. Но как Барри сдох? Почему? Потлатый ниггер был один и тот сдох. Срань какая-то. Так, вы давайте там быстрее двигайтесь, а. Да, у меня есть кого вам послать на помощь. Ах. Хотя бы эти телепортировались туда. Или в конце этого рабочего дня уже быстрее ездили, что ли. Ну, елки-палки. Так, доехали наконец-то. А че-то... На одного грохнули, хуй с ним. Штурм? Ну, штурмом мы будем заниматься уже в следующий раз. Всем... Всем спасибо за просмотр и всем пока. Братан, если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Не забудь подписаться на мой паблик и на паблик бункера танкистов ВКонтакте. А также посмотри два прошлых видео, если еще не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok